Приветствую вас, дорогие! Я рада, что вам подходит рубрика «Семейное чтение». И сегодня в этой рубрике вновь фигурирует книга Джона Кехо «Подсознание может всё». Одна из его глав. Пятая глава про утверждение. Возможности мыслительной тренировки безграничны, а её результаты вечны. Однако по-прежнему лишь очень немногие удосуживаются направить свои мысли в необходимое русло, что принесло бы им успех. Обычно всё пускается на самотёк. Брайс Марден. О чём это? У нас безграничные мыслительные возможности, а результаты этой мыслительной деятельности, они вечны. Утверждение является, пожалуй, простейшим из известных мне мыслительных приёмов, способных осознанно воздействовать на мозг. Оно используется на протяжении веков в религии и магии в виде молитв и мантр. Сегодня оно применяется с самыми различными людьми для заключения деловых контрактов, извлечения от различных недугов, знакомства с новыми людьми, победы в соревнованиях, а также во многих других видах деятельности. Утверждение – это простое заявление, которое человек повторяет вслух или про себя в зависимости от обстоятельств. Вы можете заниматься этим где угодно – за рулём автомобиля, в приёмной врача, в постели перед сном. Просто выбираете утверждение, выражающее ваше желание в данный момент, и повторяете его несколько раз. Предположим, вы оказались в дискомфортной ситуации, а вам хотелось бы расслабиться и ни о чём не беспокоиться. Тогда самое время применить метод утверждения. Неторопливо повторяйте себе «я спокоен и расслаблен», «я спокоен и расслаблен», «я спокоен и расслаблен», «я спокоен и расслаблен». Просто продолжайте утверждать это в течение нескольких минут. Аналогично, если вам предстоит выступить на большом собрании, и вы хотите, чтобы всё прошло хорошо, начните утверждать это заранее, говоря, «собрание пройдёт удачно», «собрание пройдёт удачно», «собрание пройдёт удачно». Вот в книге Джона Кеха это называется «утверждение», а сейчас есть такое понятие, как аффирмации. Аффирмации – это положительные утверждения, которые настраивают нас на какой-то результат. И следующую подглаву в этой главе я вам сейчас тоже прочитаю. Что вы делаете, утверждая? То есть, что мы делаем, когда мы используем эти утверждения? Утверждение. Утверждая, вы влияете на мысли, возникающие в вашем мозгу. В каждый момент времени человеческий мозг способен удерживать только одну мысль, поэтому суть утверждения состоит в наполнении мозга мыслями, подкрепляющими вашу цель на данный момент. Повторяем утверждение и закрепляем определённую мысль, важную нам на данный момент. Слова дают мозгу установку, какие мысли он должен порождать. Если вы утверждаете себе, собрание пройдёт успешно, ваш мозг начнёт естественным образом порождать мысли, связанные с мыслью об удачном собрании. Мозг без всяких усилий с вашей стороны выбирает скрытый смысл и основное содержание вашего утверждения. Мозг, он вообще волшебный орган, да, он сам выберет скрытый смысл. Внешне всё кажется слишком простым, но на деле этот метод способен весьма эффективно помочь вам в достижении поставленной цели. Оформите своё желание в виде соответствующего утверждения и регулярно используйте его. Один мой знакомый удачливый бизнесмен начинал каждый день с утверждения «много продаж, много улыбок», «много продаж, много улыбок». Он повторяет эту фразу несколько раз утром и несколько раз в течение дня. Слушайте, вот хорошая фраза, особенно для тех, кто занимается продажами. «Много продаж, много улыбок», «много продаж, много счастья», «много продаж, много денег». Отличная аффирмация, беру себе на вооружение. О чём следует помнить, утверждая? То есть о чём следует помнить, когда мы формируем для себя какую-то фразу с каким-то утверждением? Что важно? Необходимо верить в то, что вы утверждаете. Ну, я бы на своём примере сказала, что вера приходит со временем использования этого утверждения, этой аффирмации. Мы сначала можем не сразу верить в то, что мы утверждаем. Вот даже собрание пройдёт удачно. Чтобы поверить в это и чтобы мозг принял это на веру, для этого и нужны повторения этих утверждений. Мозг привыкает к этой фразе, к этому утверждению. Это оно же звучит в утвердительной форме. Всё пройдёт успешно, много будет продаж, много будет улыбок. То есть мы утверждаем определённую мысль, таким образом закрепляя её в мозге, и вера будет крепнуть по мере многократности использования этих утверждений. Это вот моё такое мнение. Поэтому верить в то, что мы утверждаем, на это требуется немножко времени. Должно быть, те, для кого метод утверждения оказался малоэффективным, поступали именно так. А, простите, я неправильно прочитала. Вот, внимательно, смотрите. О чём следует помнить, утверждая? Не обязательно верить в то, что вы утверждаете. Не обязательно даже верить. Вот я об этом и начала говорить. А я прочитала, что обязательно верить в то, что утверждаете. Не буду вырезать этот фрагмент, это невнимательное чтение, потому что мы эту тему прокачали как бы дважды. Не обязательно верить в то, что вы утверждаете. Потому что мы не можем знать наверняка, что собрание пройдёт успешно, что будет так, как мы утверждаем. Мы же не знаем ещё этого. Поэтому вера, она крепнет. Не обязательно верить в то, что утверждаете. Эта ошибка может свести на нет весь эффект от утверждения. Не думайте об этом, просто повторяйте утверждение. Если вы верите в то, что утверждаете, что ж, великолепно. Если не верите, ничего в этом страшного нет. Нет, это не имеет значения. Мозг сам выберет содержание вашего утверждения. И в сознании возникнут нужные в данной ситуации мысли. Не нужно прилагать особых усилий. Просто дисциплинированно, постоянно делаем утверждение. Второй пункт, о чём следует помнить, утверждаем. Утверждение всегда должно быть позитивным. Оформите его в виде утвердительного, а не отрицательного предложения. Например, если вы хотите, чтобы собрание прошло удачно, не стоит говорить «я не потерплю крах на собрании». То есть слово «крах» – это уже негатив несёт в себе это утверждение. Желая не волноваться, не следует утверждать «я не буду волноваться». Мозг почему-то пропускает это «не», и в результате вы обнаружите, что настраиваете себя потерпеть крах на собрании или волноваться. Как-то вот я, знаете, с чем сравниваю эту способность нашего мозга или нашего вселенского разума? Что он не слышит приставку «не». Это так же, когда мы в гугле, гугл – это огромная вселенная сейчас для меня, я так поняла. В гугле набираем в поисковике, например, «не синие кроссовки». Что он будет вам показывать? «Синие кроссовки». Он не понимает, не считывает, как бы вы ни старались ему написать, только не в колючие кусты, только не в терновый куст. И получится что? В терновый куст. Поэтому приставку «не» не используем, негативное утверждение не используем. Слова, которые будут влиять негативно, не используем, формируя утверждение. Мозг сконцентрируется на этих саморазрушающих образах, а не на том, что мы предполагали. То есть мозг сфокусируется на волнении и на том, что человек потерпит крах. Третье, что важно при создании утверждения. Утверждение должно быть кратким. Оно сродни мантрам. Короткое и простое высказывание, которое нетрудно произнести и повторить. То есть три предложения – это уже не утверждение. Я обычно придумываю утверждение, состоящее не более чем из десяти слов. Запомнили, да? Не более чем из десяти слов. Иногда даже два слова могут иметь потрясающий эффект. Головокружительный успех или рекордное число продаж. Представьте, вы себе утром даете настрой такое утверждение. Рекордное число продаж, рекордное число продаж. У меня рекордное число продаж. У меня головокружительный успех. Чувствуете, да? Мне приходилось видеть утверждения, занимавшие полстраницы. Маловероятно, что вы сможете повторить такую фразу несколько раз. Даже два предложения – это уже много для утверждения. Вы повторяете утверждение, чтобы оно закрепилось в вашем сознании, поэтому чем короче оно будет, тем лучше. Я повторяю. Утверждение должно быть кратким, ритмичным и несложным для повторения. Остерегайтесь использовать утверждения, неосознанно направленные против самих себя. Например, я никогда не добьюсь этого, я никогда не сделаю этого, это невозможно, я провалюсь, я не умею общаться с людьми, я знаю, что совершу ошибку, я всегда проигрываю. Это тоже утверждение, которое очень сильно влияет на подсознание. Люди часто неосознанно употребляют подобные утверждения. Всячески избегайте их.